всем привет меня зовут михаил сласной я тимлиц системных аналитиков банки открытия мы работаем над проектом dbo для юрлиц и сегодня я постараюсь вам рассказать такой теме как шаблонизация tz в ажел разработки сразу хотел бы сделать оговорку что под тазе имеется ввиду тазе в общем понимании этого слова то есть любая документация требует на разработку а не конкретно ты за какое-то оформленное по гост или что-то в этом духе и начать бы хотелось проблематике вообще почему эта тема мне кажется интересной важной и почему хотелось бы не сказать я как аналитик в первую очередь хочу оптимизировать свою работу избавиться от рутины сделать работу не нудной а интересной и соответственно возникает вопрос а как же можно нам оптимизировать какие аспекты моей работы можно оптимизировать и соответственно первое что приходит в голову этот т.д. то есть как сделать работу так чтобы на т.д. нужно было тратить меньше времени чтобы она была более структурирована головной боли. Соответственно, сегодня мы постараемся рассмотреть вопрос, что можно с этим сделать, и рассмотрим способ, который мы придумали у себя в сообществе. В общем, план выступления следующий. Мы рассмотрим, какие вообще плюсы есть от этого процесса для различных участников команды. Посмотрим вообще, что можно шаблонизировать, а что не очень поддается шаблонизации, какой альтернативный метод мы разработали, и рассмотрим вариант, подходит ли он для вас конкретно, или не очень подходит, будет избыточным. Ну и, собственно, то, если мы будем шаблонизировать, какие бонусы получит каждый участник команды. Ну, собственно, мы любимые аналитики в первую очередь. Понятное дело, если у нас будет какой-то готовый шаблон, либо какой-то инструмент, оно не вызывает вопросов у тестировщиков, они также видят, тестируют, видят, что совпадает разработка и документация, и все счастливы. И продуктовнер, либо какой-то владелец бизнеса получит в итоговом результате, то есть он видит, что все классно, все быстро, все у нас успешно релизится, соответственно, идем делать, все классно. Я искал информацию вообще, что же нам говорят книги, либо различные ресурсы на тему шаблонизации, или вообще, что можно с этим сделать, именно как документировать требования. На самом деле, нашел не так много популярного какого-то мнения. Например, книги только в одной более-менее хорошо развернутой темы. Это Карл Виггерс «Разработка требований к правилам изучения». Помимо прочего, есть множество различных гостов, стандартов, по которым также можно следовать и ознакомиться с ними. И что бы хотелось про книгу сказать в первую очередь? Собственно, там посвящена буквально одна глава, и самая ключевая цитата, что мы должны так или иначе взять за основу какой-то из принятых стандартов разработки. Исследовать ему в написании аналитики, и все в этом духе. Либо какой-то гост. Как будет выглядеть у нас ТЗ, если мы возьмем за стандарт IEEE 830. Тут не обязательно рассматривать. Это просто для примера, чтобы было понимание, как будет выглядеть ТЗ. То есть это будет ТЗ на любую доработку выглядеть должным образом, а не только на какое-то полноценное ПО. В данном случае это графический редактор. И какие мы можем подметить проблематику, в первую очередь, при использовании каких-то стандартов и шаблонов. В первую очередь сам по себе стандарт. То есть его нужно освоить, его нужно прочитать, его нужно изучить. Помимо прочего, если вы собираетесь как-то качественно это внедрять по стандартам либо шаблонам, должны быть не только вы, а еще ваш ревьювер должен понимать, как этот стандарт устроен. Ниже видно, что стандарты, они не такие, там ни на одну страницу А4, 31 страница, 28, ну и так далее. Есть даже на 95 страниц стандарт. То есть в конечном итоге мы также получаем довольно-таки большой объем конечного артефакта. То есть даже если мы какую-то небольшую доработку делаем, у нас нет варианта, что мы должны какой-то кусочек маленький заполнить, а остальное все бросить. Нет, нам нужно будет все равно по всем пунктам, как или иначе, расписать. То есть это довольно-таки долго. И требность читателю, то есть, да, то, что я немножко ранее уже озвучил, что мы не должны только стандарт понимать, а еще тот, кто читает наш артефакт. И если касаться именно Agile, сейчас из нас работает, общество из нас, как или иначе, в Agile команде, я думаю, работает, что сам по себе принцип Agile, он гласит, что работающий продукт, он важнее, исчерпящий документации. И из этого как бы есть проблема нулевого дня, бак нулевого дня в этом Agile подходе, что документация всегда будет отходить на второй план. Также, если у вас большая команда, либо у вас большой штат аналитиков, понятное дело, что так или иначе каждый будет по-своему писать, что накладывает в первый наш пункт. И вследствие этого у нас будет, типа, страдать скорость, страдать time-to-mark, если мы просто попытаемся и жестко как бы внедрять наш шаблон. Возникает вопрос, а что же мы можем делать, чтобы как-то жизнь все равно упростить? То есть нам нужно в этом, скажем, конфликте как-то выживать. Нужно так или иначе документировать, чтобы можно было это поддерживать, и всем так иначе жилось лучше. Ну, соответственно, мы можем что делать? Шаблонизировать какие-то элементы нашего ТЗ. Например, HTTP методы можем шаблонизировать. Там вполне понятная структура. Там getPost, какие-то примеры запроса, примеры ответа, ну и так далее. Таблицы BD также вполне понятно. Можно описать структуру. Вот такая требовательность поля, какая-то размерность тип поля и так далее. Ну, Ft и нефункциональные требования также описываются. Но есть и места, где довольно-таки тяжело как-то под шаблон подвести описание логики. Это как раз-таки backend, frontend. То есть на backend не бывает такой одномерной логики. Часто бывает, что данные обогащаются из разных источников. Какие-то интеграции происходят. То есть много-много нюансов. Также frontend. Frontend, да, понятное дело, можно вынести все элементы, выпадающие списки, радио, баттоны, чек-листы. Но так или иначе, это будет довольно-таки объемный шаблон, и нам придется очень много вариантов посмотреть. Ну и возникает вопрос, а как же нам быть? Вот какие есть варианты, как оптимизировать? Ну, первый, мы так или иначе можем взять какой-то пример по ГОСТу, убрать из него все лишнее, вычеркнуть, и сказать, ну вот, мы сделали более-менее оптимальный шаблон, подходящий под нас. Либо мы можем сделать разные типы шаблонов для разных видов задач. Например, мы понимаем, что у нас типовые задачи одни, типовые другие. Мы просто разные шаблончики для них делаем. Ну, или можно использовать способ, который мы придумали в нашем комьюнити. Это гайдлайны называется. Что же такое гайдлайны? Гайдлайны – это не какие-то жесткие правила, жесткие регулировки, какие-то шаблоны, а это нечто такое среднее. Между мы даем указания, как путевые знаки, говорим, что вот двигаться нужно в этом направлении, и подсказываем конечному пользователю, что вот, чтобы правильно написать, чтобы полнота была у вас достаточно хорошей, то нужно идти этим путем. Развы хотелось бы отделить шаблоны от гайдлайнов. Какие есть плюсы, минусы, что вообще подходит, не подходит. Стандарта у гайдлайна нет как такового, потому что он придумывается комьюнити. Не нужно, опять же, все заполнять элементы. То есть он более гибкий, соответственно, из этого. Помимо прочего, он создается комьюнити. То есть поддержка и использование, она будет изнутри, снизу двигать этот подход. Также его легко менять, легко договариваться, что мы будем делать с ним, как с ним жить в этом духе. Также, что он дает указания, но не требования. То есть он говорит, вот сделай лучше так, похоро сделать, а вот так, ну, лучше не стоит делать. Ну и по принципу конструктора работы, то есть мы можем конкретные элементы для нас выбрать и заполнить все, что нам нужно. И как же нам его создать? Ну, первое правило, которое мы должны следовать, что мы идем от крупных блоков к более мелким. Например, мы сначала пишем общую иерархию, гайдлайн, далее создаем там бэкэнд и для него расписываем подробности. Далее будет структура показана и примеры. Также идем от более крупного к более к мелкому. В каждом разделе мы пишем конкретно правила вообще, что в нем должно быть. Мы пишем, что желательно в него добавлять. Пишем правила написания для каждого блока и пример контента делаем. То есть чтобы человек представлял не просто, что напиши Вася вот такую-то таблицу вот здесь, а нет, конкретно, пример, пожалуйста, покажи мне. Примерно структура гайдлайна будет выглядеть следующим образом. Собственно, довольно-таки простая иерархия, что разбивают сначала крупные разделы первого уровня, потом чуть мельче второго уровня. Дальше это внутри как бы этих разделов делится на элементы. И уже для каждого элемента раздела есть своеобразная шаблонизация какая-то. То есть мы уже примерно должны понимать, что у нас будет в нем точно по шаблону сделано. И рассмотрим конкретный пример, как это у нас было в организации сделано. Мы видим, что мы наш гайдлайн разбили на блоки и пометили блоки, какие у них являются обязательными, какие не обязательны для заполнения в целом. Далее на примере доработки для бэкэнда рассмотрим, как он выглядит и что в нем есть. Мы его разбили для нашего случая на изменения конкретно в API, для BD и какие-то логи и метрики отдельно засунули. Как выглядит блок изменения в BD? Мы точно определили глоссарий, чтобы не было расхождений. То есть что является вообще таблица, что не таблица, что мы называем столбцом, полем, ячейкой и так далее. И также описали, что мы должны заполнить обязательно, если мы заполняем этот раздел. А что опционально, какие нам нужно подметить детали. Ну и, собственно, выглядит это следующим образом. NDA не пришлось подписывать, все данные фейковые. У нас есть пример конкретно создания новой таблицы и пример изменения таблицы, который довольно-таки понятный и простой для человека, который глубоко даже не погружен в систему. То есть он может легко взять за пример и написать по нему тазе. Ну и внутри как раз-таки раздела есть элемент, который мы как раз-таки и подвергаем наибольшей шаблонизацией в этом плане. Собственно, мы видим изменения в TB, то есть мы подчеркнули цель, зачем это вообще делается, и описали поля, какие у нас появляются. Что же мы в итоге получили? Предположим, мы провели работу, мы написали гайдлайн, и это живая сущность, так как мы живем в гибком изменяющемся мире, то есть мы должны этим инструментом работать и получать обратную связь. Мы должны улучшать инструмент. Гайдлайн — это живой инструмент, он должен меняться, адаптироваться под ваш проект, под вашу команду. Но как же это делать? Соответственно, процесс изменения следующий. То есть, во-первых, у гайдлайна должен быть владелец. Владелец только вносит изменения. А как же износить изменения? Он не единолично вносит в этот гайдлайн, а посредством встречи с сообществом. То есть мы должны организовать встречу, должны договориться. Ребята, вот у меня есть такая инициатива, у меня горит, я хочу, чтобы наша жизнь стала лучше, и мне кажется, что это классная идея. Заобщество собирается, обсуждается тема, вносятся правки. Если они крупные, если мелкие, то можно, собственно, какие-то там помарки, я не знаю, либо пунктуацию, либо еще что-то, можно без встреч это делать. Ну и поймем, вообще, гайдлайн такая вещь, а вообще нужна ли она в команде? На самом деле, далеко не везде. То есть, где помогут упростить жизнь гайдлайна, это на больших проектах, где много аналитиков, где у вас распределенная команда, где у вас, возможно, разными частями проекта занимается команда, что-то делает, в общем, где большая команда и большой проект, где у вас много интеграции, много различных сущностей, где нельзя все под единую гребенку подвести. А где оно не очень поможет? Если вы работаете по ГОСТу, у вас есть конкретные требования, что вам сказали, вот только по такому ГОСТу можно оформлять, никак иначе, то это вам не подойдет. Если у вас также работает мало аналитиков, так же, тема нет для вас. То есть, два или три человека вполне себе могут договориться, сделать так, как им удобно, и жить в мире. То есть, не нужно пытаться организовать какую-то такую движуху. Ну, если у вас есть однотипные задачи, то есть, например, вы работаете на интеграторе, и у вас все сводится к шаблону, что вот есть там одна система, вторая, и между ними есть такая-то интеграция по какой-то связи. Все, в принципе, легко шаблонизируется, и можно к этому подвести. Собственно, на этом все. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Добрый день, спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, ведете ли вы версионирование ТЗ-шек? Понял вопрос. Да, конечно, ведем по конкретным видам ТЗ. То есть, мы как бы версионирование конкретных гайдлайнов не ведем, то, что я презентовал, но в различных ТЗ мы создаем новую версию. И когда происходит релиз, мы старую версию удаляем, либо ссылки просто меняем, и только новая версия остается у нас в работе, в базе знаний. Бегу, бегу. Спасибо большое за доклад. Очень интересная, актуальная тема. Хотела спросить. Вот бывает на проекте много документации, то есть это целая проектная документация, и, допустим, необходимо внести одинаковые изменения во весь пакет документов. Вот каким-то образом решена ли у вас эта задача? Ну, именно автоматизирована ли эта задача? Ну, насчет именно пакетно где-то внести, на самом деле, мы стараемся избегать дублирования. То есть, чтобы такого не было, что нужно везде все вносить, либо имеется в виду ссылки, то есть какие-то ссылки указаны на одну сущность в разных частях. Нет, ну, допустим, есть, например, инструкция для пользователя, там, инструкция по инсталляции, описание, там, информационной технологии, ну, и различные документации, которые, например, требует заказчик. Вот, и изменилась, например, схема или изменился какой-то блок. И нужно внести изменения во все документы в пакете. Именно интересует вопрос, именно как автоматизировать этот процесс, есть ли какие-то решения, есть ли какие-то инструменты для этого. Ну, я слышал насчет решения классного. В трекерах можно создать дополнительный статус и уделять этому время. Например, есть задача, там, вылета в прот, а есть следующий статус после нее, что внесение права в документацию. Уже после релиза происходит какая-то дополнительная работа. Какого-то простого метода, чтобы, там, не знаю, в конференции, где-либо какой-то другой базе знаний можно было централизованно внести из одного места, я сходу не могу назвать, не могу сказать, есть такое, существует или нет. Ну, я просто на всякий случай вдруг какой-то был опыт работы с этим, потому что такая тема очень актуальная и требует именно рутинное. Хотелось бы ее автоматизировать, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Давайте девушке дадим слово. Добрый день. Спасибо за доклад. Вы говорили о том, что ваш гайдлайн разрабатывался внутри вашего сообщества аналитиков, да? Собирали ли вы обратную связь у тех людей, которые этими требованиями пользовались? Да, конечно. То есть разработчиков. А, среди разработчиков? Но они же, получается, читатели ваших ТЗ? Конечно. Потребителем не только разработчиков являются. В первую очередь все равно аналитик должен друг друга аналитика понимать. То есть конечная цель вообще унификации, это то, что вот ранее было на докладе сегодня, это приходить к какому-то более высокому уровню зрелости. И унификация всех требований – это часть этого пути. Например, у нас цель – прийти на кросс-ревью, то есть между аналитиками, чтобы мы могли друг друга в первую очередь понимать, и было какое-то общее правило, по которому все заполняется, чтобы не приходилось каждый раз как будто новую книгу с первой страницы открывать. Разработчики также дают обратную связь, но эту обратную связь собирает аналитик в первую очередь, и уже мы как бы внутри сообщества работаем. То есть мы стараемся все равно как внутри комьюнити развивать в первую очередь нашу связь и взаимодействие. И только потом уже на втором месте и на третьем является командной разработки – бэкэнд, фронтэнд, либо тестировщики. Ответил? Да, добрый день. Вопрос такой. Есть ли какой-то жизненный цикл у тех документов, которые вы разрабатываете? Я имею в виду в плане согласования с ЭБшниками, с архитектурой. И если да, то как вы с этим работаете, с вашей методологией, инструментарием, который вы используете? Так, ну на самом деле какого-то оговоренного жизненного цикла не существует по данным документам. То есть они как бы существуют, приходит время, что у нас какое-то изменение по ним произошло, мы его обновляем. Заранее оговоренного нет, то есть он существует, лежит, пока не произойдет изменение. А согласовываете с кем-то изменение? Ну, происходит доработка в рамках юзер-стори. Мы изменяем в том числе документацию. То есть такого, что есть централизованный какой-то подход, что вот нужно сейчас взять всем и все перелопатить, его не существует. Не-не-не, я имею в виду, это вы разработали документ, новую версию его. Вы его гоняете по какому-то процессу согласования или нет? Ну, я говорил, да, что мы встречаемся с сообществом, то есть мы опять же новую версию документа, если мы рассуждаем именно про тот гайдлайн, который я говорил. Я про экземпляр документа, который вы сделали по гайдлайну. Его потом обновить по гайдлайну имеете в виду? То есть гайдлайн поменялся, мы должны теперь документацию все обновить, которая была наследована. Но у вас есть контент документа, который вы разработали, вот. И, соответственно, вам необходимо новую версию этого документа создать. Гайдлайн тот же, и вот новую версию по какому-то пайпу гоняете, согласовываете ее с кем-то? Нет, мы наследуемся просто от текущей версии гайдлайна и по нему следуем. Если приходит время изменений, то мы уже подгоняем под него только, когда изменения происходят непосредственно. То есть мы на актуальную версию смотрим и подделаем правки какие-то, вносим изменения. Угу, все, спасибо. Да, вопросик онлайн. Согласовываются ли требования в таком формате с заказчиком или используется какой-то другой документ, создаваемый непосредственно для заказчика? Да, вначале я сделал оговорку, насчет ТЗ, видимо, касается вопрос, что это именно с заказчиком. У нас нет как такового заказчика, у нас есть команда разработки. То есть в нее так или иначе входит продуктование. Продуктование – это часть команды, это не какое-то лицо отстраненное, которое дает указания. Это все равно член команды, и внутри существует договоренность, так как мы живем в гибкой среде, и он с этим ок. Не нужно ему приносить на подпись, что вот да, подпиши, пожалуйста. Ему главная цель, чтобы мы разработали. Еще вопросики? Вот здесь рука. А, все, вижу. Добрый день. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос с точки зрения заказной разработки. Вот за чей счет это все? Вот ревью гайдлайна, там, кост-проекта? Или как-то вы предупреждаете заказчика, что окей, мы там 5% времени выделяем на ревью гайдлайн? Нет какой-то договоренности вообще. Так или иначе, это просто складывается в часть работы. К тому же есть активные члены комьюнити, которые хотят улучшить нашу жизнь. У них горит, и есть понимание, что нужно что-то улучшать, и просто эта инициатива как бы и снизу в первую очередь идет, что вот хотим, чтобы у нас была унификация. Мне не нравится, как у нас все по-разному устроено. Заказчикам обычно предупреждается, что на тех долг берется какое-то время, на исправление багов, на какую-то работу, и просто эта работа должна быть в части этого включена. Ну, то есть примерно как вот то, что вы упоминали, обновление документации после релиза. Ну да, да, то есть мы говорим, что это часть работы. Это не является какой-то отдельной типа сверхзадачей, то есть это не нужно отдельную команду под это набирать. Это просто комьюнити внутри договаривается, как им вместе жить, то есть как им их работу как-то оптимизировать внутри комьюнити в первую очередь. Окей, а вы учитываете мнение заказчика, он придет и говорит, слушайте, а мне неудобно так. Нам тяжело учитывать, у нас заказчик как бы, он с нами работает в одном офисе, грубо говоря, то есть это член команды заказчик наш, и то, что у нас происходит, его не прям сильно волнует, нет какого-то надзирательного органа, то есть мы в комьюнити договариваемся, как нам жить. И то есть я как Team Lead стараюсь как бы следить, как-то что-то в порядок приводить, унифицировать и все в таком духе. Хорошо, но финальный вот артефакт, который вы получаете, это в виде ТЗ, который написан в гайдлайн. Экземпляр, да, ТЗ. Да, он проходит согласование у заказчика, пусть это внутренний заказчик. Нет. То есть ему вообще все равно, то есть вы работаете только на разработку. Ну, конечно, то есть у нас нет заказчика, это иначе просто устроено, поэтому я хочу отметить, что это не касается заказной разработки стартапов, либо чего-то такого, то есть это именно когда у вас есть, инхаус называется такая разработка, вот только вот такого пути. Окей, спасибо. Ну, у нас время заканчиваться, последний вопросик. Здрасте, спасибо большое за доклад. Для нас очень актуально, потому что появилась тоже потребность в этом при разработке сайта DNS. Возникло два таких вопроса. Первый, вижу по слайдам, что вот эта шаблонизация, стандартизация больше касается структуры, я правильно понимаю? А именно визуальное оформление, вот допустим, там, жирным выделяем то-то, это-то. Вы тоже прорабатывали или это больше на откуп исполнителя? Нет, это тоже прорабатывается, то есть читаемость как бы конечного артефакта это одна из главных целей на самом деле. Если мы будем просто сплошную стену текста писать, никто этого не поймет, и это будет неудобно всем. То есть в первую очередь, чтобы мы друг друга понимали аналитик аналитикой. И формат — это одна из этого частей договоренности. И еще мы вот тоже как бы начинаем двигаться к этому, и мы наоборот начали с ревью тех заданий, а не с построения вот этих шаблонов. Есть ли еще какие-то советы на вот этом переходном этапе, что можно, ну вот помимо самого формирования и обсуждения вот этих гайдландов, что еще, возможно, стоит делать, чтобы двигаться в этом направлении? На самом деле у нас тоже началось с ревью. То есть мы начали сразу попытаться делать кросс-ревью в команде, мы пришли к пониманию, что все очень по-разному пишут, и ревью проводить сложно из-за этого. И на этот вопрос, а как нам так вот нашу жизнь построить, при этом чтобы никого типа не заставить, там и массовые репрессии не устраивать, чтобы там всех жестко заставить писать централизованно? То есть как так мягко подойти, чтобы при этом и команда не страдала, и времени пришлось какое-то отдельное там спринт целый под это выделять, и как-то мягко вносить изменения. И пришли вот к такому подходу гибридному. Хорошо, спасибо.